В торговом центре Малины подземная парковка работает со дня открытия. Здесь одно из самых оживленных мест города. Особенно много желающих оставить в этом районе свою машину в час пик. Однако не все посетители готовы воспользоваться данной услугой, несмотря на отсутствие платы в течение первых двух часов пребывания. Некоторые автомобилисты объясняют свое нежелание заезжать в подземку тем, что они приехали совсем ненадолго. Другие, наоборот, планируют оставить машину на более долгий срок. А тем временем вокруг Малины непрерывно ездят машины и образуются пробки. Два часа много, а когда на четыре часа уходишь, лучше поставить машину здесь, чтобы не платить. Если было четыре часа бесплатно, можно оставить здесь. Мы надолго. Мы бросаем машину надолго, и сейчас полдня будем гулять. Отдельная история с платной парковкой у вокзала «Рязань-1». Здесь уложен новый асфальт, установлено ограждение по периметру и ограничительные знаки. Таксисты, работавшие на привокзальной площади, выведены за ее территорию и отнесены к району Малого шоссе. Первое время, поясняют водители, подобная мера вызывала у них возмущение. Однако сейчас они изменили свое мнение. Клиентов от устройства парковки меньше не стало. Удобно, хорошо. А чем удобно, расскажите. Заехал, в саду и поехал. А за 15 минут, если не успеете, человек... Ну, 40 рублей за деньги для нас. Такого мнения не разделяют автомобилисты. Они утверждают, что парковка практически пустует из-за высоких тарифов. Хотя здесь, как и везде, есть бесплатный лимит времени стоянки – 15 минут. Ну, естественно, выглядит она великолепно. Если бы для простого пешехода просто выглядит хорошо и приезжаешь в лицо города, да, тут был бардак. Но если странно-автолюбить, то, конечно, неудобно. Деньги платить не хочется. Вообще неудобно. Почему? А почему удобно-то? Ну, с чего удобно-то? Тарифы дорогие? Пожалуйста, дорога, широко пусть остановку сделают. Ну, с чего удобно, если в нагло загоняют на платную стоянку? В наглую? В момент пребывания пассажирских поездов на стоянке собирается большое количество такси, водители которых за этот промежуток времени должны посадить в автомобиль пассажиров, загрузить багаж и покинуть территорию через электронный шлагбаум. Парковка превращается в хаотично движущийся поток авто и беспрерывный сигнал клаксонов. Возмущаются еще некоторые из-за того, что такие своевременно неоплачиваемые, которые стоят, устраивают тут затор, большая пробка получается. И те, которые не успевают на эти бесплатные минуты, они, в принципе, и возмущаются из-за того, что как так мы простояли здесь, из-за того, что скопилась очередь, нас обвиняют в этом, то, что очередь такая скопливается, и устраивают всякие такие кричалки. Работы по благоустройству при вокзальной площади велись за счет частного инвестора. Представитель фирмы разъяснил, что основная проблема возмущений кроется в обыкновенной необходимости привыкнуть к новой системе работы парковки. Примером тому могут быть аэровокзалы столицы, где пассажирский и автопоток в разы превышает рязанский трафик. Ведь, несмотря на такой недостаток, как оплата парковки, здесь есть ряд преимуществ. Например, охрана безопасности оставляемых авто и надлежащий внешний вид первой площади города. Тем более, при предъявлении билета на пункте охраны цена за стоянку существенно ниже. С 350 она изменяется до 100 рублей за сутки парковки.